Друзья, здравствуйте! Летом 1895 года в приемной резиденции Виллариале, короля Италии, переминаясь с ноги на ногу, стоял молодой мужчина. Он был приглашен для выполнения особого поручения – научить королеву кататься на велосипеде. Маргарита необычайно быстро овладела навыком управления двухколесным транспортным средством и осталась в восторге от нового изобретения итальянского инженера. Еще бы! Привычные в то время модели велосипедов имели огромные передние и крошечные задние колеса, запрыгнуть на которые, а затем удержаться в седле было крайне сложно, особенно для женщин. Велосипед, подаренный Маргарите, имел совсем другую конструкцию – был прост и удобен в управлении. В том же году, согласно указу номер 969 короля Умберто I, компанию молодого предпринимателя назначили официальным поставщиком королевского двора. А королева лично удостоила молодого предпринимателя право размещать на логотипе своего бренда «Орла» и «Корону», которая вот уже третий век подряд сияет как символ одной из величайших компаний планеты, названной в честь ее основателя. Наш сегодняшний выпуск из серии личности бренды посвящен Эдуарда Бианки. Человек, открывший новую эпоху в мировой индустрии транспорта, Эдуарда Бианки родился 17 июля 1865 года в итальянском Милане. Детство юного гения вряд ли можно было назвать счастливым. Спустя всего 7 лет после своего рождения Бианки попадает в сиротский приют для мальчиков-мартинид, который был основан еще в 16 веке. В нем дети оставались до 18 лет, получая, как правило, образование по техническим специальностям. Именно там началась карьера блистательного инженера и предпринимателя Бианки, который с огромной страстью изучал основы механики и машиностроения. По выходу из приюта юноша устроился в компанию по производству медицинских инструментов. Вторая половина 19 века ознаменовалась промышленным бумом и технологическими инновациями. Паровая машина, кинематограф, переход от угля к переработке нефти, воздухоплавание и автомобилестроение. Все это открывало радужные перспективы для людей, живущих техническим прогрессом. На первый взгляд юный Бианки оказался, как бы сейчас сказали, в тренде. Однах едва проработав три года, Эдуарда внезапно для всех увольняется с перспективной работы. Причиной тому стала нереализованная мечта детства, которая стала поворотным моментом в судьбе юного дарования. Велосипед всегда был несбыточной мечтой моего детства. Завидев человека, проезжающего мимо с огромной скоростью на веломобиле, именно так называли тогда традиционные пенни-фартинги, меня бросало в дрожь. В приюте Мартинит у меня не было ни единого шанса обзавестись или хотя бы попробовать прокатиться на этом невероятном транспортном средстве. Но однажды, в один из уикендов, когда я уже начал работать, мне представился счастливый случай осуществить свою мечту. Каково же было мое разочарование, когда после нескольких десятков метров за рулем пенни-фартинга я не смог удержать равновесие. И едва оставшись целым, с синяками, с ссадинами и разодранными штанами стал предметом насмешек моих друзей. Вероятно, большинство моих сверстников даже не придали этому значения. Но именно тогда я пообещал себе, что сделаю самый безопасный, удобный и быстрый велосипед во всем мире. Реализацию обещания долго ждать не пришлось. Едва исполнившись 21 год, новоиспеченный инженер регистрирует фабрика Итальяна велосипеди Эдуарда Бьянки Соцьета Пер Ационе, акционерное общество «Итальянская фабрика велосипедов Эдуарда Бьянки», которая по сей день является старейшей велосипедной компанией в мире. Чтобы оценить масштабы революционных изменений, которые с золотыми буквами вписал в историю человечества предприниматель из Милана, совершим небольшое путешествие в прошлое. Начиная с момента сотворения беговой машины немецким государственным служащим бароном Карлом фон Дрейзом в 1817 году конструкция велосипедов тех лет претерпела довольно существенные изменения. К началу 70-х годов 19 века на дорогах все чаще появлялись пеннифартинги, которые с помощью педалей на переднем колесе придавали большой крутящий момент всей конструкции и могли развивать скорость до 35 км в час, что даже по нынешним меркам считается весьма приличным результатом. Для реализации подобного технического решения производители вынуждены были делать передние колеса значительно большего размера, чем задние, которые использовались лишь для равновесия. Прародителем этой модели считается английский изобретатель Джеймс Старли, а такое прозвище ей дали местные жители, сравнивая колеса велосипеда с английскими монетами пенни большего размера, а фартинги меньшего размера и в 4 раза ниже достоинства. Однако такая конструкция имела ряд существенных недостатков. В первую очередь она была крайне неустойчивой, в чем смог лично убедиться герой нашего рассказа. Во-вторых, колеса пеннифартингов были изготовлены из сплошной резиновой ленты, а мы помним, что большинство дорог того времени строилось из брусчатки, поэтому все прелести рельефа владелец велосипеда ощущал на собственной шкуре, а точнее пятой точке. Велопамперсов, которые появились лишь во второй половине 20 века благодаря Пьетро Сантини, о нем мы, кстати, рассказывали в нашем предыдущем выпуске, советую вам посмотреть его, тогда еще не было. И последнее, чтобы остановить велосипед, необходимо было предварительно прекратить педалирование, оценить тормозной путь и изящно спрыгнуть с высоты почти полутора метров. Именно на такой высоте располагалось седло. Учитывая все эти обстоятельства, смельчаков, которые решались на такие акробатические трюки, было относительно немного. Все истории успеха уникальны по-своему, но объединяют их три главных спутника. Страсть, когда вы готовы свернуть горы ради достижения цели. Рациональное использование ресурсов, как финансовых, так и физических. И опытный наставник, который поможет реализовать поставленную цель. И если вы уже выбрали своей страстью велоспорт или триатлон, и готовы к достижению своей цели, лучшим помощником в этом станет сеть магазинов велоспорта. Оказавшись здесь, вы почувствуете, что такое истинный комфорт и сервис. Опытные консультанты, все как один фанаты велоспорта, подберут для вас лучшее оборудование и экипировку, исходя из бюджета и физической подготовки. Обязательно расскажут о новинках индустрии, дадут совет из личного опыта. Правильная посадка, техника педалирования, качественный сервис и ремонт велосипедов любой сложности. Проведите тренировки на ватбайках или своих велосипедах, наслаждаясь, например, видами самой красивой набережной столицы. Уютные раздевалки и душевые, а еще массаж и вкусный ароматный кофе. Доставка и хранение велосипедов и... Да, интернет-магазин, если времени совсем нет. А по промокоду ПАНФИЛОВ вы получите скидку на любые товары и услуги магазина Велоспорт. В общем, это и есть сервис. За вас сделают все, кроме тренировок, разумеется. Будьте с нами. Велоспорт – это мы. Для уменьшения размера переднего колеса Бианки устанавливает на своих велосипедах цепь, которая была разработана французом Дрейером Винсаном. Таким образом, цепная передача позволяла сохранять скорость передвижения при меньших усилиях, но при этом делала велосипед более маневренным и безопасным. Это раз. Далее Эдуардо начинает сотрудничество с шотландским ветеринаром и изобретателем пневматической шины Джоном Бойдом Данлопом, основателем всемирно известной впоследствии компании по производству колес Данлоп Тайрс. История создания полой покрышки была связана с необходимостью ее применения для велосипеда сына Данлопа, который постоянно жаловался отцу на головные боли при езде по булыжной мостовой. Сначала ветеринар Данлоп использовал для шин кишки животных, а затем получил патент на производство покрышек из резины. Чуть позже Джон разработал конструкцию ниппеля, благодаря которому покрышки можно было накачивать воздухом, демонтировать при проколе и регулировать давление в зависимости от рельефа дорожного покрытия. Идею массового выпуска пневматических шин подхватил итальянский промышленник из Ломбардии, выпускник Миланского высшего технического института гражданских инженеров Джованни Батиста Пирелли, которого мы тоже знаем по знаменитому бренду Пирелли, ставшего ныне в ряд с крупнейшими современными химическими концернами мира. Благодаря разработкам Пирелли покрышки стали изготавливаться из синтетического каучука. Также колеса на порядок лучше гасили удары при езде по брусчатке и грунтовым дорогам и позволяли развивать более высокую скорость. Ну и последнее. К изобретениям самого Бьянки относится создание суппортного или ободного тормоза, который с двух сторон обжимал обод колеса. Это позволяло регулировать скорость движения и совершать безопасную остановку. В итоге, уже к концу 19-го столетия, 25-летнему инженеру Бьянки удалось сконструировать модель велосипеда, которая по сей день является мировым стандартом для всех производителей. Вуаля! И в 1890 году началось серийное производство так называемых безопасных велосипедов. Когда я был приглашен ко двору Ее Величества королеве Маргарите, то очень волновался. Королева была не из робкого десятка и считалась невероятно отважной женщиной. Уже тогда она научилась управлять автомобилем и, что еще более удивительно, совершила несколько восхождений на вершины Альпийских гор. Передо мной стояла задача добиться от своего велосипеда максимальной безопасности и удобства. На первом же занятии я был очарован ее храбростью и тягой ко всему новому и прогрессивному. Именно такая модель безопасного велосипеда, правда, с небольшими изменениями, и была представлена королеве Италии Маргарите, вызвав ее неподдельный восторг. Нравы уходящего тогда 19 века обязывали светских дам наряжаться в пышные юбки. Специально для этого Бьянки изменил геометрию рамы, чтобы посадка королевы стала удобнее. Впоследствии велосипеды такой конструкции стали называться дамскими. По легенде, Бьянки, увидев горящие от счастья бирюзовые глаза Маргариты, сделал Целесты фирменным цветом своих творений. К примеру королевы Италии последовали другие знаменитые особы. Герцогинь Аоста, королева Неаполя, принцесса Португалии и другие. Вообще, надо сказать, что после этого случая велосипеды, и в первую очередь модели Бьянки, стали набирать огромную популярность среди женщин, сыграв не последнюю роль в их борьбе за свои права. Так, например, знаменитая американская суфражистка Сьюзер Энтони в интервью газете New York World в 1896 году заявила следующее. «Я думаю, что велосипед сделал больше для эмансипации женщин, чем все остальное вместе взятое. Он дает женщинам ощущение свободы и независимости. Сердце мое наполняется радостью всякий раз, когда я вижу женщину на велосипеде. Это зрелище свободной, неугнетенной женщины». А, например, главный герой в рассказе Чехова «Человек-футляре Беликов» был настолько поражен видом своей будущей невесты на велосипеде, что в итоге отказался на ней жениться. Благодаря велосипедам в конце 19 века стала меняться женская мода. Дамы начали носить шаровары, которые освободили их от сковывающих корсетов. Была и еще одна невероятно трогательная история любви к женщине, в честь которой была даже названа «Женская модель Бьянки». К ней я обязательно вернусь во второй части своего рассказа. А пока вернемся к таланту нашего гейма. Спустя год после триумфального посещения Королевского двора «Бьянки» вновь совершает головокружительный кульбит. Его следующим блестящим маркетинговым ходом явилось создание в составе собственной компании специального подразделения «Репарто Корсе» в переводе «Гоночный отдел». Большие объемы продаж велосипедов для населения, по мнению Эдуарда, должны были обеспечиваться высокой узнаваемостью бренда. Кстати, этот же прием много позже позаимствовал другой гениальный итальянский инженер и предприниматель Эрнесто Кальнага, о котором мы рассказывали в нашем первом выпуске из серии «Личности бренды». Советую также посмотреть наше видео тем, кто еще не успел этого сделать. Во второй половине 20 века Кальнага становится спонсором велосипедных команд, успехи которых приносили популярность бренду и отличные продажи в массовом сегменте. Мой расчет был прост. Людям хочется быть похожими на знаменитостей. Так было во все времена. Важно лишь найти того, кто станет кумиром для публики. В те годы звездой не только велосипедного спорта, но и всей Италии был непревзойденный Джованни Тамазелли. Его обаяние, умение нравиться поклонникам и в то же время неистово сражаться на гонках приводило в восторг всех, от мала до велика. А когда в 1899 году Джованни выиграл Гран-при Парижа, который был прообразом знаменитой сегодня на весь мир Тур-де-Франс, пришедшей, к слову, лишь четыре года спустя после нашей победы, мне пришлось в срочном порядке переезжать в другое, более просторное производственное помещение и полностью перестраивать технологический процесс, так как в следующем же году количество заказов на наши велосипеды увеличилось в 2,5 раза. Забегая вперед, хочу отметить, что умение находить амбассадоров своего бренда явилось, пожалуй, одной из главных составляющих успеха Бианки. Все они были легендами своей эпохи. Константе Джирарденго – самый титулованный гонщик начала 20 века, Фауста Капи, два Тур-де-Франс, пять Джиро де Италия и невероятное количество побед за спортивную карьеру. Обладатель большого шлема Филичи Джимонди – один из пяти гонщиков планеты, которому удалось одержать победы во всех трех гран-турах. Лоран Финьон – два Тур-де-Франс и Джиро де Италия. Ян Ульрих – Тур-де-Франс и Уэльто Испании. И, конечно, неповторимый пират Марко Пантани. Тур-де-Франс и Джиро де Италия в одном сезоне. Плеяда звезд продолжается и сегодня. Например, Жульен Апсалом – двухкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира в горном велосипеде дисциплина кросс-кантри. Так, используя метод, называемый современными гуру маркетинга – коллаборация, начиная с позапрошлого века и по сей день, компания Эдуарда Бьянки по-прежнему остается символом безупречного стиля благодаря грамотно выстроенной стратегии продвижения бренда, заложенной ее основателем. А пока 35-летний предприниматель из Милана перешагнул исторический порог 20 века, имея в своем активе новый завод с современными производственными линиями и портфель заказов на 1900 год в размере 5000 велосипедов. Вообще говоря, систему производства «Канбан» или «Конвейер», которую, как считается, придумал Генри Форд, итальянцы, и в частности Бьянки, начали внедрять раньше. В доказательство приведу пример. 1 декабря 1913 года на первом заводе «Форда» в Хайлэнд-парке в штате Мичиган, США впервые ввели в эксплуатацию непрерывную сборочную линию для выпуска автомобилей. Эта дата официально считается отправной точкой для развития массового автопроизводства во всем мире. В следующем году на заводе «Форда» было задействовано 405 рабочих и выпущено, внимание, 10 607 автомобилей. Фабрика Эдуарда Бьянки же к началу 1914 года имела следующий портфель заказов. 45 000 велосипедов, 1500 мотоциклов и 1000 автомобилей. Да, вы не ослышались, бренд Бьянки выпускал мотоциклы до 1967 года, а автомобили вплоть до 1996 года, после чего права на их производство были проданы итальянскому производителю «Лянчо». Мало того, Бьянки создавал военную технику. Как так вышло? И вновь, как во время того, когда я рассказывал вам о создании безопасного велосипеда, следите за руками и оценивайте гений великого инженера. Велосипед – двухколесное транспортное средство, которое, да, приводится в движение усилиями нижних конечностей. И, естественно, скорость такого перемещения ограничена физическими возможностями человека. Как при существующей конструкции ехать быстрее с меньшими усилиями? А что, если под рамой установить легкий двигатель? И Бьянки находит его. Маленький одноцилиндровый двигатель, разработанный французским графом Де Дионом в сотрудничестве с инженером Жоржем Бутоном. Из этой, казалось бы, простой идеи спустя несколько лет зарождается целая индустрия производства мотоциклов, мировым лидером которой стал нетрудно догадаться кто. Но маленький кузнец, а именно так называли Бьянки, за то, что он был невысокого роста и ковал состояние ударами своего молота, гениального ума и таланта. Не останавливался ни на минуту. Бьянки изобретает трицикл. По сути, велосипед на трех колесах. Это позволило поставить на модель более сильный и, соответственно, тяжелый двигатель Де Дион Бутон. Что еще больше позволило увеличить скорость перемещения и взять на борт одного пассажира или груз. Так чуть позже был создан мотоцикл с люлькой. И это опять новый продукт компании с королевским орлом и логотипом. Что дальше? За тремя колесами следуют, правильно, четыре. И Бьянки получает автомобиль. Сначала машины имели легкую раму, которая изготавливалась, да, вы снова правильно догадались, другими производителями, как сейчас бы выразились, на аутсорсинге. А продавался автомобиль под маркой Бьянки 8 HP. Это в эпоху, когда по улицам городов в основном перемещались в каретах, повозках или вообще пешком. Такую роскошь могли позволить себе исключительно богатые и успешные люди. Для понимания, стоимость такого авто в Италии тех лет стоила 10 000 лир, что равнялось, например, доходу среднестатистического врача за 10 лет работы. Кстати, отмечу еще один штрих гения Эдуарда Бьянки. В стоимость тех самых 10 000 лир входили двухдневные курсы водителей на предприятии Аутобьянки, сумка с необходимым набором инструментов, включая гаечный ключ, клейкую ленту для замены велосипедных пневматических шин Пирелли, вспоминаем безопасный велосипед, и воздушный насос, чтобы через систему ниппеля, изобретенного Джоном Данлопом, накачать колесо. Но и это еще не все. В эту же цену включалась бесплатная доставка механиков для обслуживания автомобиля на дому. Ну, уже за деньги, конечно. Ничего не напоминает? Это современный сервисный контракт жизненного цикла, господа. Занавес, аплодисменты. Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война внесла свои коррективы в мирное течение бизнеса компании Бьянки. С одной стороны, честь быть поставщиком Королевского двора Италии, безусловно, приносила нам большие преимущества. С другой, обязывала исполнять государственные контракты. И когда спустя год после начала войны Италия присоединилась к странам Антанты, я был приглашен премьер-министром Антонио Саландро, который поручил мне государственный заказ на производство военной техники для армии. Я глубоко переживал. Мной никогда не двигали мотивы обогащения за счет чьей-то смерти и горя. Напротив, все мои идеи были нацелены на улучшение жизни людей. С другой стороны, я был итальянцем и должен был защищать свою родину с помощью того, что умел делать лучше всего. А государству нужен был транспорт для фронта. Но даже идеи, заложенные в технику военных лет, стали прототипами, которые превратились впоследствии в новые направления развития транспортных средств. Например, вы знаете, что горный велосипед и спортивные дисциплины, связанные с ним, детище концерна Бьянки? Нет? Теперь знаете. Дело в том, что Италия вела боевые действия с Австрией по участку границы, проходящей в Альпах. Никакая колесная техника тех лет не могла преодолевать снежные перевалы. На высокогорных участках спасали лыжи, а там, где снега не было. К тому же делать марш-броски и тащить на себе тяжелое оружие в условиях бездорожья становилось практически невозможно. И здесь гениальный маленький кузнец Бьянки предлагает идеальное решение. Он создает велосипед, в котором увеличивает межосевое пространство вилки, чтобы поставить широкие колеса большего размера. Поручает концерну Пирели сделать эти колеса с большими протекторами для улучшения проходимости. На что это похоже? Правильно. Это первый маунтинбайк, который можно было закатывать в гору, храня на раме оружие, патроны и военное обмундирование. А представляете, с какой скоростью такие военные подразделения могли нестись с гор, нанося внезапные удары противнику? Его использовали отряды специального назначения Берсальеры, чтобы иметь возможность передвигаться на таких велосипедах по бездорожью. Далее Бьянки разрабатывает конструкцию рамы, которую можно сложить пополам, чтобы переносить велосипед в труднодоступных местах на плечах солдата. Трубки рамы делают широкими, а на багажнике сзади размещались специальные крепления для установки легкого пулемета или винтовки. Складная модель такой рамы до сих пор используется в городских велосипедах. А специальные крепления и навесное оборудование в дорожных велосипедах для любителей сверхдлинных путешествий. Роскошные автомобили превратились сначала в грузовые, а затем бронемашины. Усилив рамы своих авто и применяя в качестве обвеса бронированные листы, Бьянки первым создал прототип современного легкого колесного танка. Кстати, обратите внимание, такой бронемобиль имел в качестве штатного оборудования тот самый складной велосипед, который экипаж мог использовать в качестве аварийного или запасного средства передвижения. Чтобы тащить такую тяжелую махину, нужны были мощные двигатели, которые, опять же, на аутсорсинге создавались по заказу маленького кузнеца для его бронемашин. После окончания войны эти двигатели ставились на тракторы, которые использовались в аграрном секторе Италии для производства сельскохозяйственной продукции. Бьянки даже привлекали в качестве подрядчика в авиастроении при конструировании шасси самолетов. Объемы производства компании выросли до размеров крупных современных транснациональных корпораций. Бьянки стала вторым крупнейшим производителем автомобилей в Италии, уступая лишь гиганту Фиат. Выпуск велосипедов достиг 75 тысяч штук в год. Даже сегодня такими объемами могут похвастать единицы велосипедных брендов. Амбассадорами Бьянки были не только велосипедисты. Среди них, например, был знаменитый авто- и мотогонщик Альберто Аскари, который в юности гонял на мотоцикле Бьянки, затем ушел в автоспорт, став двукратным победителем Формулы-1. В этом же ряду Таоцену Валари. Авто- и мотогонщик, которого Фердинанд Порш называл «величайший пилот прошлого, настоящего и будущего». Он стал легендой в 1998 году и был включен в международный зал славы автоспорта. На его могиле начертано «последний из великих, первый из современных». Папа римский Пи-11 приобрел автомобиль Бьянки и сам управлял им для личных целей. Позже Пабло Пикассо ездил на велосипеде Бьянки, когда работал в городе Валарис во Франции. Он описывал его так. Это одна из самых красивых и совершенных скульптур в истории искусства. При всем масштабе деятельности компании Бьянки я по-прежнему больше всего любил велосипедное направление бренда. Как и в детстве, они завораживали и оставляли самые трогательные воспоминания моей профессиональной карьеры. Незадолго до Второй мировой войны на горизонте велосипедного спорта взошла звезда Фауста Копи. Я сразу разглядел в нем величину мирового масштаба и сделал все, чтобы его настоящие и будущие победы, его триумф навсегда ассоциировался с брендом Бьянки. Фауста Копи родился в итальянской Костеллане в 1919 году. Мама хотела назвать сына Анджела, а папа Фауста в переводе с итальянского «счастливый» или «благополучный». Не найдя компромисса, мальчика назвали двойным именем – Анджела Фауста. Ангелом парень точно никогда не был, а вот счастье за свою короткую жизнь хлебнул с лихвой. Уже в 15 лет Фауста выигрывает первую гонку – призовые, 20 лир и бутерброд. Последний растворился сразу же, а денежный гонорар пошел в копилку для приобретения нового велосипеда. Недостающие 600 лир добавил дядя, который был моряком на нефтеналивном судне и страстным фанатом велоспорта. Следующим и, возможно, главным событием в жизни Копи стала встреча с Бьяджа Каванна. Этот человек стал настолько значимым в судьбе Фауста, что о нем следует рассказать отдельно. Каванна вошел в историю велоспорта как массажер и тренер многих чемпионов. В юности Бьяджа был профессиональным боксером, затем стал велогонщиком, но в 1936-м стал быстро слепнуть. Болезнь преодолеть так не удалось. Бьяджа лишился зрения полностью, но у него было горящее желание тренировать молодых спортсменов и поистине золотые руки. Его даже прозвали зрячий слепой или еще святой велоспорта за способность понимать, что нужно спортсмену только с помощью рук. Честно, как он это делал, я сам как тренер до сих пор не понимаю. В 1942 году Бьяджа основал в городе Новелегури велошколу. Скопи, знаменитый зрячий слепой, оставался рядом всю жизнь до последнего дня, поддерживая его в каждой гонке и в самые тяжелые моменты жизни. Именно Бьяджа Каванна посоветовал Фауста стать профессиональным гонщиком. По легенде, Эдуардо Бьянки смог убедить Бьяджа Каванна сотрудничать. Пользуясь у Фауста непререкаемым авторитетом, Бьяджа посоветовал подписать контракт с Бьянки. И тот никогда не жалел об этом. Чтобы рассказать о Фаусте Капи, необходимо создать отдельное видео. И мы, возможно, сделаем это, но сегодня я лишь коротко остановлюсь на главных вехах карьеры этого великого велосипедиста. Пять раз он побеждал на Джиро де Италия. Два раза покорял Тур-де-Франц. Джиро де Ломбардия покорилась ему пять раз. Милан Сан-Рема три. А еще Париж Рубе и Флэш Волонь. Чемпионат мира на шоссе. На Тур-де-Франц в 1952 году организаторы, увидев колоссальный отрыв Капи от остальных гонщиков, удвоили призовые. Чтобы хоть как-то подстегнуть этим других спортсменов. И что вы думаете? Верно. Победил Капи. Внимание. С отрывом от второго места в 28 минут и 28 секунд. Что просто уничтожило пилотон. В 1942 году Капи установил часовой рекорд, проехав 45 километров 798 метров. Напомню, в 1942 году прошлого века. Товарищи велосипедисты, триатлеты. Кто сейчас готов удержать такую скорость в течение часа? Хо-хо-хо. Этот рекорд держался 13,5 лет. Пока в 1956 году не был побит Жаком Анкетилем. Все эти победы были сделаны на велосипедах Бианки. Стоит ли говорить о популярности бренда? По словам других производителей, это были его золотые годы. В профессиональном велосипедном мире спортсменам принято давать прозвище. Например, Эдди Меркса звали Каннибал. А Марко Пантани, который тоже гонялся, кстати, на Бианке, пират. За сережку, в ухе и платок на голове. Фауста Капи прозвали Компиониссимо, что означает чемпион чемпионов. Но с брендом Бианки чемпиона чемпионов связывает еще одна очень романтическая история. Успешный, харизматичный и чрезвычайно талантливый Фауста, как мы помним в переводе с итальянского «счастливый», будучи женатым на Бруничеем Полини, влюбляется в Джулию Ачини, которая была замужем за офицером Энрике Локотелли. Роман был настолько ярким, пылким и публичным, что всколыхнул без преувеличения весь мир. Шутка ли, папа римский Пи-12 лично просил Капи вернуться к жене? Фауста ответил отказом, на что тот в ответ не стал благословлять Джирида Италия, в которой участвовал неправедно ведущий себя гонщик и пожаловался в Национальную федерацию велоспорта, которая также потребовала от Капи прекратить прелюбодеяние. Жена Бруна сначала отказалась давать Фауста развод, считавшись тогда в Италии позором. Затем с огромным скандалом Бруни согласилась. Джулия же развод получила, но для этого ей пришлось несколько дней провести в тюрьме и до решения суда находиться под домашним арестом. В Италии пару наотрез отказались венчать, и они попытались сделать это за ее пределами, но ни в одной европейской стране также не смогли это сделать. Венчаться пара смогла лишь в Мексике. Вскоре у Капи и Джулии родился сын Фаустина, однако по законам Италии он считался сыном бывшего мужа Джулии. Семейному счастью влюбленных, так долго боровшихся за него, суждено было продлиться совсем недолго. Спустя пять лет после того, как история понемногу утихла, Капи заболевает малярией и скоропостижно умирает. Ему было 40 лет. Несмотря на громкий скандал о смерти Капи скорбела вся Италия. Его имя осталось звучать в названии горной премии на Джирадо Италии, в имени перевала Сима Капи, в мемориале открытом на перевале Пордои и, конечно, в сердцах болельщиков. В честь истории двух сердец, неистово сражавшихся за свою любовь, компания Бьянки выпустила специальную модель женского велосипеда Дама Бьянка. Карьера Фауста Капи была непрерывно связана с брендом Бьянки. Однако период расцвета талантливого гонщика Эдуарда Бьянки, к сожалению, уже не застал. В 1946 году, не дожив несколько дней до своего 81-го дня рождения, величайший инженер, промышленник и предприниматель Эдуарда Бьянки трагически погиб в автомобильной катастрофе. Руководство компании перешло к его сыну Джузеппе Бьянки. Учитывая тяжелейшую экономическую ситуацию, в которой оказалась Италия, сражавшаяся, как вы помните, на стороне гитлеровской Германии, компания стала на грань исчезновения. Чтобы сохранить ее, Джузеппе фактически пришлось продать все активы отца, за исключением его любимого – производства велосипедов. В то время взошла звезда Феличи Джимонди, который стал новым символом возрожденного бренда Бьянки. Джимонди, выиграв все три гран-тура, продолжил победы великого Капи, став достойным соперником другой пары – Эрнесто Кальнага и Эдди Мэкса. И тут я вновь настоятельно рекомендую вам посмотреть наш первый выпуск из серии личности бренда, посвященной Кальнага. В 1972 году Джузеппе Бьянки выгодно продает свой бизнес братьям Траплетти, которые поставили своей целью максимально капитализировать компанию, привлекая для этого международный инвестиционный капитал. В 1981 году Бьянки выходит на американский рынок, создав там собственное отделение. В конце 80-х открывается производство недорогих рам в Японии. В 1985 году Бьянки празднует свое столетие выпуском нового велосипеда Центанарио. В 1986 году создается аэровелосипед Бьянки Си-4, выполненный из карбона по схеме монокок и без подсидельной трубы. Создатели для улучшения обтекаемости впервые использовали аэротрубу, в которой прогоняли болиды Формулы-1. В 1994 году миру был представлен двухподвесный шоссейник, который, правда, был быстро запрещен Всемирной велосипедной ассоциацией. В 2004 году для Магнуса Бакштетта был построен титановый велосипед, на котором ему покорился Париж-Рубе. Отдельным направлением стали модели Бьянки для маунтинбайка. Да-да, того самого, что был придуман Эдуардо Бьянки в годы Первой мировой войны. Сегодня бренд Бьянки является одним из лидеров рынка горных велосипедов. За последние годы коллекция наград и подиумов стремительно растет. Развивается направление электрических велосипедов. Все эти инновации и технологические решения создаются в подразделении Репарта Корсе, который основал маленький кузнец. За 60-летнюю историю руководства своей компании я выделил три составляющие успеха любого дела. Первое. Нужно быть честным перед тем, кто тебя окружает. Клиенты, сотрудники, партнеры по бизнесу. Второе. Вы никогда не будете лучшим во всем. Делайте только то, что действительно умеете лучше всех. Остальное, что вам потребуется для создания своего творения, доверьте другим, таким же профессионалам своего дела, как и вы. И последнее. Всегда верьте в свою мечту. Только тогда она действительно сбудется. Совсем недавно модель Bianchi Specialissimo RC последнего поколения получил премию Design and Innovation Award, присуждаемую издательством 41 Publishing, как лучший шоссейный велосипед 2024 года. Эта премия в области дизайна и инноваций считается одной из самых престижных и влиятельных наград в мире велоспорта. Она присуждается после того, как все номинированные модели производителей прошли тщательное тестирование и были отобраны командой международных журналистов, профессиональных тестировщиков и экспертов. Разработкой всех новых моделей бренда Bianchi, как и в 19 веке, так и по сей день, занимается подразделение Репарта Корсе, созданное его основателем, выдающимся человеком Эдуарда Биянки. Друзья, спасибо, что вы с нами, верьте в мечту и берегите себя. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин